Настало время новостей экономики. Все самое важное и интересное у Евгении Семеновой. Добрый вечер, Евгения. Добрый вечер, Инна. В списке социально значимых продуктов России возможно появится чай и кофе, а значит регулировать цены на эти напитки сможет государство. Спешу поделиться подробностями. Спонсор рубрики – финансовая группа «Сберегательный союз». Ассоциация «Росчай и кофе» подготовила законопроект о внесении чая и кофе в число социально значимых продуктов, сообщает Русская служба новостей. По словам руководителя ассоциации Ромаза Чентурии, 90% россиян ежедневно употребляют кто чай, а кто кофе. Есть предложение снизить НДС на эти продукты с 18% до 10%. Хорошая новость для любителей бодрящих напитков. Надеюсь, в Государственной Думе таковых большинство и проект закона у депутатов найдет понимание. Спрос на драгоценные металлы, отмечают аналитики. Золото сегодня в тренде. Покупатели уверены, что цены достигли дна и должны перейти в рост. Эксперты же настаивают над дальнейшим их снижением в среднесрочной перспективе. Как бы там ни было, падение цен на золото до пятилетних минимумов на этой неделе вызвало рост спроса со стороны ювелирных литейлеров в Индии и в Китае, крупнейших потребителей золота в мире. На эти страны приходится более половины мировых покупок желтого драгметалла. Стоит ли нам, пользуясь случаем, покупать золото сейчас? Однозначного ответа аналитики не дают. Но напоминают, золото рискованным активом не считается. А вот национальной валюте предрекают падение в сентябре. Доллар, по мнению большинства аналитиков, может подняться в цене до 63 рублей. Среди причин – внешний шок и внутренние экономические факторы. Однако есть и другие прогнозы. Специалисты Коммерцбанк, к примеру, полагают, что к октябрю текущего года курс доллара снизится до отметки в 54 рубля. К концу 2015 года – до 52 рублей, а к лету 2016 года доллар будет стоить 50 рублей, сообщает РБК. Что касается прогнозов россиян относительно курса рубля, то они пессимистичны. В апреле 25% опрошенных предполагали, что в ближайшие несколько месяцев курс рубля снизится, а в июле это мнение высказали уже 35% респондентов. И сейчас официальный курс валют на завтра, установленный Центробанком России. Доллар продолжает расти в цене, и завтра он будет стоить 57 рублей 36 копеек. Евро тоже подорожал. Курс на среду – 62 рубля 93 копейки. Финансовая группа «Сберегательный союз» предлагает юридическим и физическим лицам выгодные проценты по привлечению сбережений, разнообразные программы по займам и многое другое. Мы гарантируем максимальную открытость бизнеса. Телефон 8 800 5000 977. Вот такое краткое погружение в финансовые новости этого дня. Спасибо, Евгения. Это был экономический обзор, а мы идем дальше. Спасибо. Спасибо.